МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Екатерина Забенько. Здравствуйте. Современный аграрный бизнес. В Минске сегодня открывается крупнейшая международная выставка Белагра-2014. Участниками масштабного форума станут более 400 зарубежных компаний из полутора десятков стран. Экспозиция традиционно развернется на двух площадках в столице и Минском районе. Особую значимость нынешней белорусской агропромышленной недели придаст проведение первого форума регионов Беларуси и России. В дни выставки также запланированы конференции и презентации технологий в области биогаза и солнечной энергии. В поисках новых партнеров Белорусско-словацкий бизнес-форум откроется сегодня в Минске. Он пройдет в Доме Москвы и соберет представителей десятков крупнейших компаний. В рамках мероприятия запланированы презентации торгово-экономического сотрудничества, туристических возможностей Словакии. Также речь пойдет о приватизации в Белоруссии, участии в тентерах и госзакупках. В этот же день между бизнесменами двух стран состоится контактно-кооперационная биржа. Деловые круги смогут провести переговоры по вопросам энергетики, строительства, деревообработки, машиностроения, сельского хозяйства, медицины, IT-технологий, банковских, туристических и логистических услуг. Станция метро «Малиновка» откроется сегодня для пассажиров. Отправление первого поезда намечено на три часа дня. С ее открытием в работу столичной подземки включатся еще пять составов по пять вагонов каждый. Архитектурный облик новой станции продолжает природную тему трех предыдущих – Грушевки, Михаловые, Петровщины. На стенах «Малиновки» установлены панели со стилизованными изображениями кустов малины. Колонны на платформе напоминают деревья, а в часы пик здесь даже будут щебетать птицы. Между тем, Минский метрополитен удостоен престижной международной награды. Столичная подземка стала первым транспортным предприятием Беларуси, которая получила премию «Золотая колесница». Диплом и статуэтка в виде «Золоченой тройки лошадей» стали символом победы в номинации «Лучшее предприятие общественного пассажирского транспорта». Этот авторитетный международный конкурс был учрежден в 2005 году и сегодня объединяет лучшие мировые отраслевые компании 36 стран. За годы с момента основания «Золотая колесница» стала своего рода всемирным транспортным «Оскаром». В Беларуси сегодня вновь властвует непогода. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Ливни, град и грозы пройдут практически во всех районах страны. В утренние часы туман, местами ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от плюс 18 по западу до 27 тепла по востоку республики. В связи с предстоящими обильными осадками спасатели рекомендуют мельчанам убрать свои автомобили из низейных мест. Так в минувшие выходные из-за сильного ливня затопленными оказались более десятка участков столичных улиц. Кроме того, при грозе, ливне и сильном ветре следует соблюдать элементарные меры предосторожности. В частности, опасно прятаться в подземных переходах, под деревьями и навесами на остановках, стоять вблизи рекламных щитов. На этом у меня все. Оставляйте свою информацию по телефонам горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.by. Всего доброго и до встречи в 13.30.